Тенденции времени. Пастор Билл Хьюз. Во время пения псалма «Велика верность твоя» я вспомнил о молодом человеке, который в 1977 году обучался, готовясь стать адвентистом седьмого дня. Его родители и вся семья считали, что он теряет свой рассудок. Он стал адвентистом седьмого дня, и на то время ему было около 20 лет. Этот молодой человек по-настоящему веровал в Божье призвание для его жизни. Он пошел учиться и стал пастором и учителем. Его отец пообещал ему, что в случае его поступления в адвентистский колледж он не поддержит его даже и центом. Ему отец так и поступил. Я не жалуюсь на него за это. Это не преступление, я уважаю его решение. Он сказал мне, если ты пойдешь туда и станешь пастором и учителем, то тем самым ты идешь на очень рискованный шаг. Я ответил, папа, я верю в то, что Бог призвал меня к служению. В 1985 году я начал преподавать в адвентистской школе в штате Пенсильвания, рядом с Филадельфией. Я учил и проповедовал в адвентистских школах и общинах в течение 7,5 лет. В 1992 году мне предъявили ультимату. Один прекрасный человек, которого я до сих пор уважаю и которого с радостью обнял бы при встрече, был руководителем отдела образования в конференции Северной Калифорнии. Он вместе с двумя помощниками встретились со мной однажды в пятницу утром в офисе конференции и сказали, «Билл, у нас для тебя приготовлен ультиматум». Я спросил, что за ультиматум? «Ты должен пообещать нам, пообещать нам в этой комнате, что если мы предоставим тебе работу на следующий год, ты не будешь ни проповедовать, ни учить трехангельской вести». Я взглянул на этого человека и сказал, «Что же вы советуете мне проповедовать?» «Любовь Божью», — последовал ответ. Я сказал, «Но, пастор, это и есть любовь Божья». «Я здесь не для того, — мне сказали, — чтобы с тобой дискутировать. Даю тебе три дня». Моя дорогая жена родом с Ближнего Востока. Она из города Каир в Египте. Как я часто говорю, она немного горячее по характеру, чем я. Она возмутилась в ответ и воскликнула. «Мы не будем работать на вас в следующем году». Затем она взглянула на меня и сказала, «Подождем до понедельника». Я ответил, «Хорошо, подождем до понедельника». У меня было уже двое детей. Сейчас у нас трое детей. Я пошел на очень рискованный шаг. Я, так же, как и мой отец, считал, что забота о моей семье — это моя обязанность. Это было в 1992 году. В те выходные, в субботу, я читал книгу «Великая борьба», главу о спиритизме. В главе о современном спиритизме на странице 558 в книге «Великая борьба» сказано, что современный спиритизм не таков, каким он был раньше. Раньше он отвергал Библию и Христа, а сейчас он признает и то, и другое. И там сказано, что современный спиритизм сегодня проповедует только о любви Божией, в то время как его справедливость, его закон и его отвращение ко греху не удостаиваются его внимания, внимания спиритизма. Когда я прочел эти слова в книге «Великая борьба», я подумал, а что я слышал в том офисе конференции вчера? Что я слышал? Я слышал, как мне говорят руководители церкви адвентистов седьмого дня о том, что я должен проповедовать о любви Божией, не касаясь трехангельской вести, которая учит и Божьей любви, и его закон, и его отвращению ко греху, и его суда. Я слышал не что иное, как проявление современного спиритизма. На следующий понедельник... Прошу прощения, кто-то включил кондиционер здесь. Тут становится прохладно. Нельзя ли выключить этот кондиционер? Я чувствую себя так, как будто нахожусь в Чикаго. Итак, в следующий понедельник я позвонил своему непосредственному руководителю и сказал, «Флойд, я с большой радостью трудился с вами и с конференцией в Северной Калифорнии, но что касается следующего года, я не буду работать на вас». Он сказал мне слова, которые я никогда не забуду. Он сказал, «Билл, как ты собираешься кормить свою семью? Как ты собираешься поддерживать свою жену и детей?» Был ли я озабочен этим? Конечно, я был озабочен этим. Это же ведь моя обязанность, как отца, заботиться о своей семье. Но тогда, разговаривая с тем человеком по телефону, я уже не имел работы и не имел никаких идей насчет того, что я буду предпринимать. Я был озабочен этим. Но вы знаете, что пришло мне на ум? Я сказал, «Флойд, Бог, прокормивший Илью, сегодня жив». И когда мы пели эту песню «Велика верность твоя», я вспомнил то, что было 20 лет назад. И за эти 20 лет я выслал людям около 10 миллионов экземпляров литературы. Проводил программы по изучению Библии, которые посетили около 2700 человек. Объехал весь мир. «Я никогда не видел столько денег, сколько прошло через меня за 20 лет, чем в предыдущие 30 лет». «Велика Божья верность». «Велика Божья верность». «Я славлю Бога, потому что Он и только Он верен. В зале начали петь псалом «Велика твоя верность». «Велика твоя верность». «Каждое утро я вижу твою милость». «И не верность». «Да я тебя приходила. «Если Ridge end bombs» «Вела Elli districts». «Ре ung «Велика верность». Сегодня я хотел бы поделиться с вами информацией, за которую в отношении меня предпринимались различные меры и санкции. Меня называли всеми возможными словами, которые только могут прийти в голову. Сегодня мы будем рассматривать информацию, за которую меня называли так, как вы себе представить не можете. Вы скажете, но почему вы продолжаете делиться этой информацией? Неужели вам это нравится? Есть только одна причина. Эта информация правдива. И я не собираюсь отступать от истины, если благодать Божья будет со мной. Эта информация смущает многих людей. Мне очень жаль. Я не собираюсь льстить слуху и говорить только приятное. Сегодня я здесь не для этого. Мы сегодня взглянем на тему, которую я назвал «Тенденции времени». Почему все повторяется? Билл Клинтон перед вами. Кто-то скажет, что Эллен Уайт не советует обсуждать политиков. Но я не интересуюсь политиками, друзья. Я интересуюсь исполнением библейских пророчеств. Я заинтересован в понимании тенденций и процессов, описанных пророчествами, которые помогают нам понять, где мы находимся в истории нашей планеты. Вот в чем я заинтересован. И этот интерес связан, собственно, не с политиками, а с пророчествами и с исполнением пророчеств. Библия говорит, что вы можете интересоваться этим человеком. Третья личность Божества в 17 главе книги Откровения говорит о политиках. И поэтому вы можете обсуждать этого человека. Книга Откровения, 17 глава, стихи 2 и 18. Заметьте, что говорит Библия. Библия говорит, что «Вавилон Великий» или «Великая блудница» из 1 стиха этой главы, что во 2 стихе о ней сказано «С нею блудодействовали цари земные». Кто же эти цари земные? Это лидеры, это политики, это диктаторы, это влиятельные люди этого мира, это главы Ирана, Сирии, Израиля, Америки, России, Китая и так далее. Вот они, цари земные. И Библия говорит, что истинно говорит, что лидеры нашего мира имеют недостойные отношения с великой блудницей. Я знаю, что выражаюсь не совсем политкорректно, но я не помню, чтобы Иоанн или Илья, или кто-либо другой, говорящий от имени Бога, выражался политкорректно. Можете ли вы вспомнить такого человека? Кто-то припоминается вам? Спасибо. Никто, говорящий от имени Божьего, не сможет быть политкорректным. Вы знаете, я помню одно высказывание, в котором Эллен Уайт говорит, что весть Божьего народа в последнее время будет более детальной, чем весть Иоанна Крестителя. Скажите, пожалуйста, какая весть может быть более детальной и конкретной, чем весть Иоанна Крестителя? Возможно ли такое? Иоанн Креститель сказал Ирода, «Ты живешь в грехе». Что может быть более детальной вестью? Таков призыв к нам. Это и наша задача. Быть более детальными, чем Иоанн Креститель. Говорить прямо, не бояться обострения отношений, но говорить только истину. Книга Откровения, 17 глава, 18 стих, говорит нам нечто интересное. Второй стих открывает нам тот факт, что политические силы Земли в союзе с Римом. Но 18 стих открывает нам не такую картину. 18 стих говорит, «Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями». Когда кто-то царствует над кем-то, то кто из них главный? Кто-то царствует. Поэтому великая блудница из 17 главы Книги Откровения в последнее время контролирует, владеет, управляет и руководит земными правителями, как куклами-марионетками. Не такую ли картину открывает нам 17 глава Книги Откровения? Так говорит Библия. Интересно отметить, что один из людей, называющий себя адвентистом, отвергающий книги «Враг разоблачен» и «Тайные террористы», выдвигаясь среди прочих аргументов в такое. Он говорит, «Хьюз верит в то, что Джордж Буш, как отец, так и сын, работали на орден иезуитов и католическую церковь». Он фактически говорит, «Хьюз должен говорить только о представителях церквей». Это странный человек. И он должен говорить о хороших людях. Ему место в доме он лишен. Но о чем мы только что читали в 17 главе Книги Откровения? Это деятельность людей, называющих себя адвентистами, и вы можете сами убедиться в этом с помощью интернета. Она называется «борьба с консервативными адвентистами» или что-то в этом роде. Этот аргумент – один из их главных аргументов. Скажите, когда такое было, чтобы адвентисты седьмого дня начинали обливать грязью своих же собратьев без всяких на это оснований и Слова Божьего? Когда такое было? Друзья, настало время нам стать протестантами. «Достало время протестовать и говорить, я больше не собираюсь мириться с этим позором». Билл Клинтон. Имеет ли он какие-то отношения с великой блудницей из 17 главы Книги Откровения? Вы знаете, в 7 главе Евангелия от Матфея нам дан библейский принцип, который гласит «По плодам их узнаете их». Если вы видите на дереве оранжевый плод и выжимаете из него оранжевую жидкость, и на вкус эта жидкость сладка и приятна, то как вы называете этот плод? Вы называете его апельсином. Если же человек обучался в университете, который контролируется иезуитами в Вашингтоне, и этот человек делал все возможное для уничтожения среднего класса в обществе, и этот человек пытался изменить нашу Конституцию посредством антитеррористических законов, и этот человек угрожал независимым организациям адвентистов седьмого дня, приводя им примеры санкций против таковых, если они не изменят свой курс, то как вы будете называть его? Вы будете называть его иезуитом. Вы будете называть его агентом ордена иезуитов католической церкви. За то, что я написал об этом в своей книге, высочайший библейский комитет при генеральной конференции под названием Институт библейских исследований, когда я был приглашен для проведения евангельских встреч в штате Аризона год назад, этот комитет написал туда братьям следующих, «О, нет! Вам нельзя приглашать Билла Хьюза к себе! Вы не представляете себе, во что он верит! Он верит в то, что Билл Клинтон был иезуитом и работал на ордене иезуитов католической церкви! Можете ли вы себе представить большую глупость, чем это?» Я согласен с тем, что глупость где-то рядом, но не думаю, что эту глупость и наивность нужно искать в книге Билла Хьюза «Секретные террористы». Ее нужно искать в высших эшелонах власти. Или это можно назвать, если мы применим терминологию первого столетия в нашем, 21-м столетии, то нам нужно будет назвать это Синедрионом. Синедрион объявил, что Билл Клинтон не может работать на католическую церковь. И на иезуитов. Синедрион сказал, «И да поможет нам Бог», как говорится. Вы знаете, есть интересное высказывание, которое я приберегу на потом. Обученный в Джорджтаун, в университете, в котором преимущественно работают иезуиты, Клинтон хорошо усвоил свои уроки. В своей инаугурационной речи он цитировал своего наставника по имени Кэрол Куикли, который повлиял на него кардинальным образом. Кто-то из вас помнит эти слова и помнит это происшествие с Дэвидом Крэшем. Он представил целый ряд странных учений, он имел много различных идей, но он не заслуживал такой расправы. Никто из погибших в Вейке не заслуживал этого. Конституционные права этих людей были попраны там, в Вейке. Но знаете, что произошло? Нас всех загипнотизировали этим событием и заставили устрашиться, используя медиасредства. Из этого человека сделали демоны. Друзья, советую вам вклинуть на этот номер журнала Тайм, потому что очень скоро, если мы останемся верными, то из нас также будут делать демонов. Проснемся и прочувствуем реальность происходящего. Пора проснуться и увидеть реальность. Если хозяина дома назвали Вильзевулом, не тем ли более домашних его? Кто-то спросит, неужели вы хотите, чтобы из вас сделали демона? Нет, я не хочу этого. Но вы знаете, если только этим путем я могу последовать за Христом, его царство, то я не думаю о том, что говорят люди. Предупреждение независимым адвентистам. Дэвид Корреш был частью нашей деноминации. Знали ли вы об этом? Но Дэвид Корреш откололся от церкви, стал независимым от этой деноминации. Он стал независимым адвентистом 7 дня, не так ли? И этот независимый адвентист 7 дня последовал за ложным учением Виктора Хаудифа, объявившего себя пророком. Корреш был неправ во многом, во что верил, но он был независимым адвентистом. Он по-прежнему соблюдал субботу, не так ли? Что же случилось на следующий день после пожара Вейка? Билл Клинтон сказал дважды, 19 и 23 апреля 1993 года. Он сказал так, и это записано в документах и пресс-релизах того времени. Я цитирую Билла Клинтона. Хочу сказать то же, что сказал вчера. Я очень сожалею о потерянных жизнях и жертвах, которые случились в начале и в конце этих пришествий в Вейка. Друзья, я прошу прощения, но он лжец. Билл Клинтон лжец. Он мог остановить все это с самого начала, но он не сделал это. Он желал погибели этих людей, чтобы таким образом дать сигнал независимым адвентистам седьмого дня по всему миру. Он лжет. Я очень надеюсь, что другие... Послушайте внимательно. Я очень надеюсь на то, что все те, кто пожелает присоединиться к какому-либо культу и приобщиться к людям, подобным Дэвиду Каррешу, будут предупреждены страшными событиями, свидетелями которых они стали в последние семь недель. Что он говорит, друзья? Он говорит, не общайтесь с независимыми адвентистами. Вот что он говорит. Знаете, что я скажу? Через четыре... Вернее, через пять лет после этого события, через пять лет возле нашего дома было пустое место, и строительная фирма заняла это место и построила там дом. Женщина из этого дома однажды пришла к нам в дом, чтобы познакомиться с моей женой. Она сказала, «Скажите, миссис Хьюз, чем занимается ваш муж?» Та ответила, «Мой муж независимый служитель. Он адвентист, седьмого дня, и он занимается независимым служением». «Вы уже знаете, что ответила наша новая соседка, не так ли?» Она ответила, «Да он же точно такой же, как Дэвид Каррэш». Скажите мне, получила ли она предостережение от Клинтона? Сигнал. И она не единственный такой человек? Она не одинока? Он продолжает, «Я очень надеюсь, что сложности и проблемы, которые встали там перед федеральными агентами», говорит Билл Клинтон, «Как смешно слышать об этом. Насколько же смешно, друзья, слышать такие слова?» «Я очень надеюсь, что сложности и проблемы, которые встали там перед федеральными агентами». Он должен был сказать, «Я очень надеюсь, что ситуацию, когда мы подожгли тех людей в веке и сожгли их в пепел, мы надеемся, что такого уже не случится. Если бы я был верен своим президентским обязанностям, то этого бы не произошло». Этот человек – лжец. Надеюсь, что сложности и проблемы, которые встали там перед федеральными агентами и с которыми они, несомненно, должны будут встречаться в будущем, будут лучше поняты и лучше урегулированы на основании уроков, которые мы извлекли сейчас. Он пишет Клинтон. «Знакомы ли вы с людьми, жившими в Вейко?» Дэвида Карреша часто видели вместе с обитателями Вейко, которые выходили оттуда и бегали по той местности. Дэвид Карреш не был монахом в каком-то монастыре под названием Вейко. Он с другими обитателями выходил и общался с людьми в городке Вейко. Бизнесмены знали его. Они сказали, что общались с этими людьми. Этих событий могло и не быть. И могло и не быть. Но Билл Клинтон таким образом посылает предупреждение. И это предупреждение было послано и дошло. Что произошло в Оклахома? В городе Оклахома? Это изумляет меня, потому что в прошлом июле мы рассылали литературу в один из городов Аризоны. Видите ли, в нашем мире сегодня то, что считается верным, на самом деле является ложью, а то, что истинно, называется ложью. Такова действительность. И, согласно моей Библии, 12 глава Матфея называет это непростительным грехом. Такой сегодня весь мир. В этой же ложной реальности живут и те, кто называет себя сегодня Божьим народом. Когда одна леди в Нью-Йорке возмутилась против пастора, который назвал гомосексуальность нормальным явлением, вы знаете, как это было воспринято? На нее смотрели, как на плохого человека. И она должна была покинуть эту среду, потому что не соглашалась с этим «человеком от Бога» в кавычках. Подождите минуту. На самом деле, нужно было за ухо вывести за дверь человека, который так сказал. Но сегодня наш мир уже другой. В нем то, что истинно, называется ложью. В нем правда воспринимается как заблуждение. Такой наш мир. Привыкайте к этому. Мы живем в таком мире. Итак, пресса, новости CNN, США сегодня, ABC, NBC, различные радиостанции, новости Fox и остальные каналы. Билл О'Райли, все эти люди говорят нам, что Тимоти Макдей ответственен за эти события, что очень необычная бомба была в его грузовике, который стоял далеко от этого здания на дороге, и что эта бомба имела такую разрушительную силу, которая и привела к этим разрушениям. Это просто должно быть правдой, потому что все средства массовой информации говорили так, а они никогда нам не будут лгать. Да? Друзья, если вы в это еще верите, то у меня есть для вас книга, которую вы можете приобрести у меня, но мы сделаем это вечером. Друзья, средства массовой информации сегодня лгут прямо вам в лицо. Они лгут, и лгут, и лгут. Вы скажете, такого не может быть. Они не будут пытаться обмануть нас. Они американцы, они любят Америку. О чем Иисус предупреждал нас четыре раза в 24 главе Евангелия от Матфея, как людей, живущих в последнее время земной истории? Он сказал, «Берегитесь, чтобы кто не соблазнил вас». Многие придут во имя Мое и скажут, «Я Христос», и соблазнят многих. Друзья, этот обман достиг своей высочайшей искусности и силы. Тимоти Микбей не делал этого. Взрывчатка была заложена внутри самого здания. Эта взрывчатка и причинила эти разрушения. Вы скажете, «Билл, кем ты себя выставляешь? Ты ведь ничего не знаешь». Бентон К. Партин, отставной эксперт в области взрывов, введите это имя в поисковике, Бентон К. Партин. Он работал в аэропортах Соединенных Штатов более 30 лет. Его специфика — взрывы. Он написал отчет об этом взрыве. Он сказал, что бомба Тимоти Микбея никогда не могла причинить таких разрушений. Единственная возможность причинить такое разрушение этому зданию заключается в закладке бомб на особых местах по всему зданию. Что же случилось позже в результате этой тактики, основанной на страхе? Антитеррористическое постановление 1995 года уже было на пути принятия в Конгрессе, будучи предметом живых обсуждений и опасений того, что оно будет нарушать некоторые фундаментальные свободы граждан, включая право на защиту от обвинений. Сейчас же, после взрывов в Оклахоне, в Вашингтоне уже гораздо меньше противников этого закона. Демократы и республиканцы распространили свежие новости во вторник, призывая к скорейшему принятию законопроекта. Этот закон будет нарушать некоторые фундаментальные свободы граждан. фундаментальные свободы граждан. Как только произносятся эти три слова, фундаментальные свободы граждан, это должно быть сигналом тревоги для нас, потому что это есть не что иное, как исполнение библейских пророчеств. 13 глава книги Откровения исполняется прямо перед нашими глазами, потому что мы имеем преимущество знать из этой главы о том, что зверь, подобный Агнцу, то есть Соединенные Штаты Америки, однажды заберут и отменят каждый принцип нашей Конституции. Друзья, полюбуйтесь этим процессом, мы уже сегодня на пути к этой цели. Свобода отнимается прямо сейчас. прощайтесь с вашей свободой. Это было в 1995 году. Конституция уже размывается. В газете за 29 апреля 1995 года сказано, президент Клинтон в пятницу обратился к Конгрессу с распоряжением ускорить принятие антитеррористических законов и избегать бесконечных политических споров о деталях. этот законопроект предусматривает расширение юридических полномочий, увеличение возможностей в расследовании и силовых методах, а также истощение наказания за определенные преступления. республиканцы с одобрением восприняли предложение Клинтона, выдвинутые в среду, через неделю после взрывов в Оклахоме. Мы наблюдаем размывание и уничтожение Конституции. Гражданская свобода отбирается у граждан прямо перед нашими глазами. Билл Клинтон обучался в университете с превалирующим влиянием иезуитов. Цитируя своего наставника и иезуита Керла Квикли, Клинтон очень ясно показал в своих нападках на Вейка, в своем отношении к среднему классу, что он будет делать в точности то, что от него желают иезуиты. Вы спросите, что не так снафта с этим договором о свободной торговле в Северной Америке, подписанном в 1994 году, если не ошибаюсь. Этот договор перенес миллионы бизнес-возможностей для среднего класса в страны третьего мира. В книге «Великая борьба» с 3234-235 сказано, что ордены иезуитов и католическая церковь имеют две цели. Первое – уничтожить все достижения протестантизма и второе – заново восстановить власть и авторитет папства в этом мире. Друзья, протестантская реформация имеет одним из своих плодов наличие среднего класса людей. Второй плод – это свободы граждан, прописанные в нашей Конституции. Билл Клинтон пошел на уничтожение обоих плодов. Чарльз Чинникуи написал изумительную книгу под названием «50 лет в церкви Рима». Вам нужно прочесть эту книгу, если вы еще не читали. Будучи католическим священником, еще при исполнении своих обязанностей, автор этой книги сказал, «Мы будем управлять Соединенными Штатами, мы положим эту страну к ногам наместника Иисуса Христа, то есть Папы, чтобы она могла положить конец безбожной системе образования и безбожным законам свободы совести, оскорбительным для Бога и людей». Ричард Томпсон, американский секретарь военно-морских сил, написал книгу «Папство и светская власть», и его цитата содержится в книге, упомянутой ранее, страница 285, где Томпсон говорит, «Нет ничего более очевидного, чем неизбежная отмена нашей Конституции, если принципы римской церкви воцарятся здесь». Эти две концепции не могут существовать вместе. Принципы католицизма находятся в открытом и прямом противоречии с принципами нашего правительства, да и с принципами всех правительств по всему Конституции уже в состоянии свободного падения. Билл Клинтон начал этот процесс еще ее отмены в 90-х годах прошлого века. Начало этому положило принятие антитеррористических законов. Ричард Томпсон и Чарльз Чинникви очень ясно говорят о том, что сила, противостоящая нашей Конституции, будет представлять собой Рим. Рим будет искать любые возможности для уничтожения принципов, царящих в этом великом народе. И когда эта цель будет достигнута, Америке как таковой уже не будет. За Биллом Клинтоном последовал Джордж Буш. Что касается связи Джорджа Буша, мы находим, что он был членом организации череп и кости, которая стала орденом в 1968 году. Для того, чтобы стать членом этого ордена, нужно поклясться кровной клятвой на верность трем образом, символизирующим реальных людей и органов власти. Первый образ символизирует главу ордена масонов, второй белого папу, а третий черного папу или главу иезуитов. Став членом ордена черепа-кости, Джордж Буш продал свою душу папству, присоединившись к этой группе. Все остальные клятвы и обещания, принятые им после этого стали второстепенными по сравнению с присягой к ордену череп и кости. С присягой этому ордену. Кто-то спросит, Билл, подождите минутку, вы говорите, что демократ Билл Клинтон работал на орден иезуитов и на католическую церковь? Да, я так говорю. Но сейчас вы говорите, что Джордж Буш, республиканец, тоже работал на ордене иезуитов и католическую церковь в организации череп и кости. Да, я так говорю. Вы скажете, но ведь есть определенные различия между республиканцами и демократами. Я скажу вам, нет, никаких различий нет. Различий нет. После Первой мировой войны, когда Соединенные Штаты не присоединились к Лиге Наций, в США была создана организация под названием Совет по международным отношениям. Она была организована человеком по имени Эдвард Мэндлхаус. Она финансировалась Рокфеллерами, Морганами и впоследствии Раф-Чайлзами. И согласно одной энциклопедии, Раф-Чайлзы находятся под контролем папства Католической Церкви. Таким образом, Католическая Церковь использовала деньги этих семей, Раф-Чайлзов, Рокфеллеров, Морганов, чтобы финансировать Эдварда Мэндлла Хауса в деле создания организации под названием Совет по международным отношениям. Они имели три цели. Первое. Взять под контроль обе политические партии в Соединенных Штатах. Но вместе с тем, партиям нужно было сохранить свое лицо, чтобы люди во время голосования имели так называемую свободу выбора, хотя они этой свободы фактически не имели. Эта цель была первой. Можете вздвинуть на каждого кандидата в президенты, пожалуй, с самого Рузвельта, начиная с 1932 года и по сегодняшний день. Вы обнаружите, что больше 90% кандидатов были членами Совета по международным отношениям или дочерней организации под названием Трехсторонная комиссия. И, друзья, в самом верху Совет по международным отношениям контролируется Ватиканом. Поэтому Ватикан контролирует обе политические партии. В 2004 году, когда вы пошли на выборы, я надеюсь, что вы не пошли на эти выборы, два кандидата, лидировавшие в президентской гонке, республиканец Джордж Буш, член организации Череп с Костями, демократ Джон Керри, член организации Череп с Костями, В 2008 году выбор был между Джоном Маккейном, республиканцем, и Бараком Обамой, демократом. Оба этих человека, они оба, члены Совета по международным отношениям. Окунитесь в реальность, друзья. 17-я глава книги Откровения открывает нам истину. Цари земные подвластны великому Вавилону. Они делают то, что им говорят делать. Они куклы. Просто взгляните на список кандидатов 2008 года. Там все почти так же, как и сегодня. Со стороны республиканцев там были. Джон Маккейн, член Совета по международным отношениям. Мит Ромни. Слышал ли кто-то о человеке по имени Мит Ромни? Он член Совета по международным отношениям, который находится под контролем и руководством католической церкви. Вы скажете, но он же ведь мормон. «Ой, но он мормон!» Да. А Билл Клинтон был баптистом и посещал церковь в Джордж Тауне. Я не знаю, где состоял Джордж Буш, но он был членом организации «Череп с костями». Нук Кингридж, посвященный католик, также член Совета по международным отношениям. Рик Синторум, консервативный католик. Как насчет демократов в 2008 году? Барак Обама, член Совета по международным отношениям. Хиллари Клинтон, член Совета по международным отношениям. Что сказал тот человек? Что сказал тот священник, которого я цитировал? Он сказал, «Не будет избран ни один человек, который не преклонил колени перед папством». Мне говорили, о том, что в церквях Орландо, штат Флорида, я слышал это от сестры, недавно пришедшей в церковь, что существует целая община адвентистов, вернее, называющих себя адвентистами во Флориде, которые верят в то, что Барак Обама их спаситель. Знаете, друзья, любой политик сегодня пытается спасти Америку, точно так же, как и Каиафа пытался спасти иудеев. Все они пытаются спасти Америку в ее грехах, фактически, тем самым, приближая ее уничтожение. Таким вот спасителем любой наш политик является сегодня. Джон Кеннеди сказал нет, а Джордж Буш сказал да. В газете Washington Times за 16 апреля 2001 года пишется, Джон Кеннеди отправился из Вашингтона в Техас, чтобы убедить протестантских проповедников в том, что он не собирается повиноваться Папе. В 2001 году Джордж Буш вернулся из Техаса в Вашингтон, чтобы убедить католических епископов в том, что он будет повиноваться Папе. В Вашингтоне Синадрион в кавычках насмехается. Билл Хьюз не знает о чем говорит. Он утверждает, что Джон Кеннеди был убит в католической церковь. Это просто смешно. Синадрион нашего времени, друзья, так же слеп, как и Синадрион первого столетия нашей эры. он играет в политические игры, чтобы не потерять работу. Но когда мы пытаемся сохранить что бы то ни было, отвергая Христа, мы потеряем все. С самого начала своей президентской деятельности Джордж Буш продвигает планы иезуитов. Два месяца своего труда он посвятил Центру культуры, который вы видите на этом фото. Этот культурный центр посвящен величайшему из врагов, которые наша республика когда-либо имела. В католической службе новостей до 24 марта 2001 года писали, лучший способ почтить Папу Иоанна Павла II в истину одного из величайших людей это отнестись серьезно к тому, что он говорил, выслушать его слова и воплотить его слова во звание здесь, в жизнь, здесь, в Америке. Вы знаете, друзья, Авраам Линкольн умер от руки иезуитского убийцы Джона Бута в этом же городе. В том же городе. Наша страна сегодня находится в ужаснейшем состоянии. Мы воздаем честь величайшему врагу этой республики. мы воздаем честь силе, желающей уничтожить эту республику. Авраам Линкольн однажды сказал, никакая внешняя сила никогда не попытается, просто не осмелится совершить прямое нападение на Соединенные Штаты. Это будет самоубийством, и они это знают. Но если они смогут склонить народ к предательству того, что им свято доверено, то Америку можно будет уничтожить изнутри. И сегодня точно так и происходит, друзья. Так и происходит. Мы смотрим на это и наблюдаем, как перед нашими глазами эта великая нация идет к уничтожению. Библейские пророчества говорят, что возврата не будет, ничего не исправить. Когда мы общались на прогулке сегодня с братом, я спрашивал, на что мы можем надеяться сегодня? На работу? На счет в банке? на стены своего дома? Вы скажете, у меня дома есть оружие, у меня есть пистолеты. Друзья, они вас не спасут, они вас не защитят. Имея пистолет, вы можете застрелить первого человека, ворвавшегося к вам в дверь. Но как насчет следующих 150 человек, которые окружат ваш дом и снесут его стены? Как насчет них? Мы имеем только одно убежище. Одно основание только мы имеем, которое никогда не подведет. Мы имеем только одну крепость, на которую мы можем рассчитывать, и которая не подведет нас, Иисуса Христа. Библия говорит словами Иисуса к Петру, «Ты, Петр, камушек, который любой может швырнуть куда угодно, но на этой скале, имея в виду себя, на этой скале я построю свою церковь, и даже сами врата ада не одолеют ее». Друзья, это основание единственное, на котором мы можем строить и в котором можем быть уверенными. В 7 главе Матфея Христос сказал, «Всякого, кто слушает слова Моисе и исполняет их, уподоблив мужу благоразумному, который построил свой дом на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне». Друзья, любое другое основание, которое мы можем закладывать сегодня, каким бы оно ни было, если оно не основано на библейском учении, оно разрушится, и мы потерпим поражение вместе с ним. Мы слышали о потопе, который был в Австралии несколько лет назад. Люди, ехавшие на машинах в том районе, были снесены потоком вместе с автомобилем. Ничего не могло устоять перед таким потоком несущейся воды. Библия в книге Откровения 17-15 говорит, «Воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть людей, народы и племена и языки, перед лицом ожидающего нас потока, который унесет многих и многих, устоит только одно – Слово Божье. И если мы строим нашу жизнь на Слове Божьем, мы будем стоять твердо, мы будем спокойны, потому что только это основание не подведет. Самолеты не должны были долететь до этих зданий. Как только коммерческий самолет, имеющий свой определенный курс, отклоняется от него на 5 градусов, вы знаете, что происходит сразу же? Система контроля связывается с перетом и говорит, вы уклонились с курса, немедленно вернитесь на курс. Если этот самолет не возвращается на свой курс, вы знаете, что происходит? Воздушные силы немедленно оповещаются, и два реактивных истребителя сразу же направляются на перехват этого самолета. Почему? Потому что множество самолетов летят только по своим курсам, чтобы не сталкиваться. Поэтому для того, чтобы предотвратить столкновение, контроль над этим самолетом сразу же передается воздушным силам, чтобы заставить пилотов вернуться на курс. Эти же самолеты настолько удались от своих курсов, что это просто смешно. Воздушные силы просто не выслали истребителей для возврата этих самолетов. только три человека могли дать такую команду, могли удержать воздушные силы от применения истребителей. Президент, глава комитета безопасности и главнокомандующий этих воздушных сил. Эти три человека на тот момент составляли Джордж Буш, принадлежащий Ордену Черепскостями, Рондольд Рамсфелд, член Совета по международным отношениям, и Ричард Майерс, член того же Совета. Эти три человека выполняли чью-то волю. Думали ли они о жизни американцев? Нет. не думали. Они дали клятву, которая превосходит все остальные клятвы и присяги. Они не думали о людях в этих зданиях. Через несколько лет женщина из Колорадо позвонила мне и сказала, мой муж был в одном из этих самолетов. Я была одной из немногих, кто возвысил голос и заявил о необходимости расследования, потому что я хочу знать, что произошло с моим мужем. Правительство пыталось ее погубить наркотиками, пыталось подкупить ее большими деньгами, но она все не соглашалась и не соглашалась. «Я хочу справедливости, я хочу знать, что случилось с моим мужем», говорила она. Ее дело просто убрали из суда. Ее дело замяли. О ней никто не думает. Она никому не нужна. Я помню, как в 1972 году, когда я наблюдал Джона Сюрике, Эйчера, Холдима, Гордона Ханса, Лидии и всех остальных людей на скайме свидетелей по делу Уатергейт. Я на то время был воспитан верить в то, что я могу доверять своей стране, что моя страна сделает для меня все самое лучше. И когда я наблюдал за этим процессом, я вдруг понял, эти люди просто лгут. Они пытаются просто сохранить свою репутацию и положение. Они не думают обо мне. Я начал исследовать эти вопросы. Через четыре года я понял, что только один человек на самом деле любит меня. Только один человек всегда готов меня обнять и никогда не прогонит меня от себя. Этот человек Иисус Христос. Я так благодарен сегодня за то, что я могу преклонить свои колени перед Ним и поведать Ему о себе все, кто я, какой я, и Он обнимет меня своей любовью. Я благодарен сегодня за это, потому что мы имеем правительство, которое исполняет 13 главу книги Откровений. Оно уже больше не говорит как Агнец, а говорит как Даркон. В следствии событий 9 сентября новый законопроект позволяет федеральному правительству прослушивать наши телефоны, овладевать информацией о нашей личности, контролировать наш интернет-трафик, электронную почту, смартфоны для защиты границ США. Сообщает служба новостей. 26 октября 2001 года. Газета США сегодня, 26 ноября 2001 года, пишет, юристы, возмущенные некоторыми антитеррористическими мерами правительства, будут обращаться к главному прокурору Джону Аш Круфту с вопросами по этому поводу. Некоторые конгрессмены говорят, что действия правительства зашли слишком далеко в посягательстве на права и свободы граждан. Вы снова видите, как страх используется для оправдания ограничения свободы. Билл Клинтон, обученный у иезуитов в университете Джорджтаун, делал так. Джордж Буш, член ордена черепскостями, поступал также в 2001 году в случае с Мировым торговым центром. Сначала акты терроризма, а затем уничтожение нашей свободы. Но когда люди интересуются библейскими пророчествами и они видят 13-ю главу книги Откровения, они видят, как все это приведет к национальному воскресному закону, когда наша свобода будет уничтожена полностью. Чарльз Тинникуи пишет, «Задолго до того, как я стал священником, я знал, что моя церковь является одним из самых непримиримых врагов этой республики. Мои профессора в один голос заявляли о том, что принципы из закона Церкви Рима абсолютно противоположны принципам, на которых основана Конституция Соединенных Штатов Америки». Пастырь Долины, официальный журнал издательства «Эпископ Станет Льюиса», 23 ноября 1951 года, пишет, «Как только католики приобретут достаточно численное преимущество, в этой стране настанет конец религиозной свободе». Еще одна цитата. «Нет ничего яснее вывода о том, что если принципы Римской Церкви воцарятся здесь, наша Конституция будет уничтожена. Эти две идеологии несовместимы. Принципы Рима прямо и явно противоречат фундаментальным принципам нашего правительства и всех остальных успешных правительств мира. Постоянный подрыв имеет место. Эти люди боролись за победу в выборах в 2008 году. Большинство из них сегодня еще у власти. Здесь и Барака Обама, и давайте посмотрим, Нью Кингридж, Ник Ромни, две больших фигуры от республиканцев. Опять же, между этими людьми Ромни, Кингридж и Сентарим, между ними нет никакой разницы. Начиная от обученного иезуитами Билла Клинтона и Джорджа Буша, члена ордена черепскостями, папство иезуиты поставили на должности тех людей, которые будут разрушать свободу в этой стране до тех пор, пока ее совсем не останется. Потому что эти свободы это наследие престантов противоположным интересам и целям Рима. И этот процесс продолжается. Многие говорили, Барак Обама спасет нас. А затем последовали законы о системе здравоохранения. Отставной юрист, специалист по Конституции заявляет, я пришел к выводу о том, что эти законы о системе здравоохранения не имеют никакой цели обеспечить гражданам доступный выбор в заботе о здоровье. Они превратились в удобное оправдание такой массивной передачи власти в исполнительной ветви правительства, которой еще не было даже в мысли. В случае принятия этого и других подобных законов, большая часть Конституции Соединенных Штатов будет эффектным образом устранена. Тут все дело не в здравоохранении, а в захвате власти и в ограничении прав. Три поправки из первых десяти поправок вбили о правах, изумительным образом аннулированы этим законом о здравоохранении. Пока мы все готовились 31 декабря к встрече нового 2012 года, был принят еще один закон. Он называется Национальный оборонный декрет НДАА. Каждый год Конгресс утверждает бюджет в Министерство обороны, но в отличие от всех предыдущих принятых в этом году закон, содержит весьма противоречивые разрешения, которые позволяют вооруженным силам контролировать выполнение гражданского законодательства и в избирательном порядке приостанавливать соблюдение некоторых прав наследствия и суд, как и других прав, гарантированных пятой и шестой поправками Конституции США по отношению к подозреваемым в терроризме на территории США. Друзья, этот закон, одобренный Сенатом в декабре 2011 года, который был подписан президентом США 31 декабря 2011 года, уничтожает и устраняет наши права на судебный процесс. правительство сейчас при желании может войти в это здание забрать меня и вы меня больше не увидите. Без адвоката, без суда я могу просто исчезнуть и вы больше не увидите меня. Такая власть была отдана вооруженным силам Соединенных Штатов чтобы вмешиваться в судопроизводство и прерывать судебные процессы и разбирательство. Друзья, это и есть уничтожение прав граждан, которые принимались еще начиная с Магна Карта, с Великой Хартии Вольности в 13-м столетии. Это и есть узурпация правительством такой власти и силы, которая возвышается над всеми законами. Вот что делает этот закон. Этот вызывающий закон представляет собой одну из величайших угроз свободам граждан в истории нашего народа. Иностранные подданные, уличенные или просто подозреваемые в сочувствии и поддержке любого размера группам, обозначенным в США как террористические организации либо организации связанные с ними могут быть арестованы без предъявления обвинений и без суда до самого окончания военных операций. Знаете, друзья, на юге есть организация под названием Южная Ассоциация Юристов по вопросам нищеты или что-то в этом роде. Это ассоциация юристов по вопросам нищеты хранит списки всех нежелательных групп в Америке так, как будто эти группы террористы. В их списке также присутствует небольшая группа из Центральной Флориды под названием Торжествующая истина. Добро пожаловать в Америку. Данная война с террором на самом деле очень продуманная тактика, которая не имеет ограничений ни в параметрах, ни во времени. Следовательно, этот закон может использоваться властями для задержания бессрочного любого человека, которого правительство считает угрозой национальной безопасности и стабильности, в принципе, даже против демонстрантов и митингующих, пользующихся своими правами из первой поправки. Чарльз Чинникуй пишет, мы намерены завладеть Соединенными Штатами, это пишет священник, но мы должны добиваться своей цели в режиме строгой секретности, строгая секретность. Они говорят, мы скрываемся за спинами банкиров, прячемся за политикой Центрального банка, прячемся за политикой Совета по международным отношениям, прячемся за политикой президента, за политикой Конгресса, но мы добьемся своего, добьемся уничтожения свободы в Америке. Мы сделаем это, но мы должны сделать это тайно, тихо и терпеливо. Мы наводняем римскими католиками великие города Соединенных Штатов, помня о том, что голос бедного обывателя, даже если он одет в тряпки, имеет такой же вес в масштабах власти, как и голос миллионера, и что даже голос двух бедняков будет весомее его голоса, голоса миллионера. Вы еще не поняли, с какой целью совершается иммиграция и допускается незаконная иммиграция в этой стране? Вы еще не поняли, друзья? Со временем эти люди становятся гражданами. Большинство пребывающих в Америку незаконно принадлежат какой религии? Они римские католики. Поэтому со временем они получают право голоса. Неизвестно, насколько сознательными гражданами они становятся, но они получают право голоса. За кого же они будут голосовать, друзья? Они будут голосовать за любого политика, которого им порекомендует их священник. Цитирую дальше. Давайте умножать голоса, давайте призывать к действиям наших бедных, но верных испанских католиков, католиков Центральной и Южной Америки, из каждого уголка Латинской Америки, собирать их в самом сердце городов Вашингтон, Атланта, Орландо, Нью-Йорк, Бостон, Майами, Чикаго, Хьюстон, Даллас, Албани, Чой, Цинцинати, подкрыли ими этих великих городов. Американцы считают себя непобедимой страной, они смотрят на бедных ирландских католиков с презренением и ненавистью, как на пригодных только для чистки их каналов, подметания их улиц, работы на их кухне. Но пусть никто не будет сегодня этих спящих львов. Будем молиться Бога, чтобы они продолжали спать еще несколько лет, чтобы проснуться только тогда, когда их голоса окажутся в меньшинстве, когда мы сместим их навсегда со всех позиций их чести, власти и выгоды. Что же тогда будут думать эти так называемые великаны, когда невозможно будет избирать ни одного человека в сенаторы Конгресса, кроме тех, кто подчинился нашему святому отцу Папе. Мы будем не только избирать президентов, но и формировать армию, управлять ею, распоряжаться флотом и владеть государственной казной. И тогда, да, мы овладеем Соединенными Штатами и положим эту страну к ногам наместника Иисуса Христа, чтобы он мог положить конец их безбожной системе образования и скверным законам свободы совести, оскорбителем для Бога и людей. В последнем выступлении Союза, который состоялся недавно, стояли президент Совета по международным отношениям, и за ним, с одной стороны, был спикер Джон Бейнер, обученный иезуитами в университете, С другой стороны, был вице-президент и посвященный римский католик Джозеф Байтон. Они говорят, мы будем не только избирать президентов, но и формировать армию, управлять ею, распоряжаться флотом и владеть государственной казной. И мы знаем это. И кому мы об этом говорим? Большинство людей, с которыми мы встречаемся, ничего об этом не знают. Они не знают. Они радуются и восхищаются человеком по имени Ник Ромни. Они восторгаются Бараком Обамой. Мы сегодня уже привыкли к идее о том, что Ислам сегодня наш величайший враг, потому что лживая пресса нам об этом говорит. И мы верим ей. Она же ведь не будет лгать. Но почему мы верим в это лжи, отвергая то, что Библия нам открыла уже давно? Многие просто этого не читали. Друзья, нам есть чем заняться. Каждому из нас есть чем заняться. Каждый имеет свой круг влияния, чтобы делиться с этими людьми исполнением библейских пророчеств на ваших глазах. вы скажете, но, Билл, я раздаю людям книгу «Путь ко Христу». Я поддерживаю проект, который рассылает эту книгу. Я скажу вам, что это великая книга. Но большинство людей в Америке уже считают себя христианами. И когда они видят книгу «Путь ко Христу», они отправляют ее в мусорный банк. Они говорят, «Зачем мне посылать такую книгу? Я христианин». Но вручив им книгу под названием «Национальный воскресный закон» или «Тайны террориста» или «Дева Мария», вы увидите, что они будут их читать. Они прочтут их. Почему? Потому что люди желают знать, что происходит. Они желают знать, почему на Федеральный Резерв нельзя полагаться. Почему экономика на пороге краха? Люди желают знать об этом, друзья. Я не думаю, что Джойс Майерс и Тидди Джейкс или Джеймс Кеннеди или Джоу Остин не думаю, что эти люди расскажут об этом. Но вы можете. Вы можете. И вы имеете преимущество. Пока наш мир рушится, вы и я имеем преимущество поклониться Всевышней власти Иисуса Христа. Мы имеем все эти преимущества. Мы заявляем о своей верности всем десяти заповедям, но последние шесть из них говорят о нашей любви к нашим ближним. И если мы общаемся с нашими друзьями, соседями и сотрудниками так, как будто мы ничего не знаем о Боге или исполнении пророчеств, то как мы можем осмелиться заявлять о своей любви к ближним, если мы отказываемся делиться с ними чем-либо поистине и важным? Мы не можем так заявлять. Заявляя о соблюдении седьмого дня субботы, мы можем умолять остальные шесть заповедей, отказываясь обращаться к нашим ближним свестью. Друзья, на нас лежит ответственность. Я молюсь о том, чтобы Бог зажег огонь, чтобы Он зажег огонь в наших сердцах, чтобы мы исполнили свое предназначение и прониклись такой любовью к ближним, чтобы поделиться с ними нужной вестью, вестью об исполнении библейских пророчеств. Субтитры подогнал «Симон» «Симон»